Теперь так, Елена Александрович, мама вчера видела По ТВ, один из выпусков программы Кудасёв в вашем саду Так, может быть, ещё были выпуски Вот это самое Нам тут Может быть, канал я бы видел, но у нас кабельный канал Где-то Кудасёв Показывает съёмки из нашего сада Там, Елена, там И вы тоже есть, и вы тоже лекции читали Вот Теперь так Обещал отправить фото, выполняя несколько постулатов Железова Вот Дело в том, что Савинич, Елена, она же и аспирант У неё стандартное образование Заметьте, я сказал слово стандартное А стандартное образование не значит истинное Почему вы смотрите здесь Вот Ольга, да Вот она ничего этого не знает Вот, если бы она вырастила, взяла бы 100 косточек Крупноплодных абрикосов Типа Байя, Академик, там Королевский, там ещё Вот А она бы потом убедилась бы, что Не вырастила бы ещё 100 Ну, берём как фантазию, как это Допускаем Вот Пусть это будет Так сказать Ну, пусть 200 А из них получилось 100 Ладно, там Отсев, там, прочее 100 И вот эти все 100 Ни одного дикого не будет То есть Она этого не знает, да Почему? У сада есть Несколько качеств У моего Одно из них Это несколько Переносов С первого поколения на второе Второе, на третье, на четвертое Закрепляется Так культурное качество Что уже никуда не Не денется Мало того, оно ещё культурнее становится То есть Не Три пересадки А, допустим Три Переноса Поколения на поколение С помощью прививки Вот Она бы Наверное С удивлением С ужасом Убедилась, что Её самую обманули Вот Ольга Сакова обманули Я же потом нашёл Это в интернете Гуляет вот это вот Про перекрёстное Свободное поление Гуляет это Она не стала Замрачиваться Выращивать Ей хватило От того Это есть стандартное образование А теперь Мы берём Нашу Несану Она же Тоже от образования Получила Но У неё Другая Как сказать Мозги другие Что ли Так И кто получается Она Сылается Что Выполняю Несколько Постулатов Железа Вот они Смотрите В прошлом году Не удаляли Волчки А в этом году Они сплошь Усыпаны Урожаем Груш Если бы Их выпили Как заповедано Учёным Учебникам Видите Какое отношение К учебникам Но В данном случае Может критическое А вообще Никому доверять Нельзя И доверять Нельзя Тем учёным Которые Сочиняли Учебники У них были Свои Счёты С оппонентами И если Оппонент По моему мнению Должен быть Уничтожен То уничтожалось И вся его наука От этого оппонента Так было принято Это было за столькое время Когда Это И в тюрьму попадали И в Сибирь В Сибирь Высылали И ещё и пострашнее И умирали Как Вавилов В тюрьме Понимаете В чём дело То есть Вот именно Такие люди Как Савинич Вот Ну Представим себе Что Эту даму Вдруг Кандидат То есть Это Она или её оппонентка Кандидат Подруга Они в два голоса Допустим Её назначили Там Пошла на повышение Высшее образование Тибиревская академия Вот она взяла И начала командовать Допустим Тибиревская академия Там и так Ничего нет Там На сайте Красавица Моя фотография Которой присвоили Название Новое Ещё и Биографии Присвоили Представляете Что творится Вот Однёх Было бы польза А вот Утком Была бы польза Итак Давайте посмотрим Если бы Их выпили Волчки Как заповедано Учебниками Ничего бы этого Мы не увидели Потому что Плоотношение Именно на волчках И вот Присвало Подоград Как он это Подоград Вот А мы с вами Это проходили Волчок есть Настоящий волчок Вот И волчок есть Ненастоящий Как они различаются Значит Нам придётся Немножко Этому посвятить Времени Почему Потому что Мы это Другому понимаем А из тех Кто меня слышит Не все это понимают Давайте Прикинем Итак У неё заплодносили Волчки Но Принято считать Практически Любую Вертикальную ветку Волчков Тут она не ошиблась Другое дело Что Савинич Аспирант Савинич Считает Что Волчок Полноценная ветка Так И дальше Она всё знает Поэтому я Рассказываю Не ей А благодаря ей Рассказываю Вам остальное Давайте смотреть сюда Вот Так случилось Буквально Когда готовил Вебинар За несколько дней Вот сложилась Вот такая У меня Подборка фотографий Вот это вот 1600 просмотров Тут написано Убираем жировики Надо было написать Убиваем Смотрите Он взял И назвал Этот человек Считая себя Специалистом Он учит людей Учит Да ещё Как учат Он пишет Вот эта фраза Она По натуре Настолько неправильна Что её бы надо было Обзывать Другими Такими названиями Там Подлая Смертельная Убираем жировики Слово жировик В данном случае Имеется ввиду Самое негативное Отношение К слову К этим Самым Вертикальным веткам Но если бы ты объяснил Что Есть просто Вертикальная ветка Рано или поздно Вот Название Да Волчок И то волчок Пусть волчок Она потом даст На следующий год Жировик подразумевается Негодная ветка Не нужная никому На следующий год На ней появятся плоды И на этом Всё кончается Вот А здесь бы Он бы взял бы На глазах всего света То взял бы И годом раньше Подрезал Чёртой матери И не было бы ни груш Ну и было бы Ослаблено дерево Вот Возможно Красноярская вода Не пережила бы Вот это Одна часть Проблемы То есть Если ветка Помните мои уроки Пять Года Четыре Года Три Года Два Года Один год Идёт последовательно И не важно Что где-то Вторая Год На пятый Год На второй Год На третий Она вертикальная Это Вполне Законная ветка Вот Почему я это Объясняю Сейчас увидите Вот Кстати Вот я не удержался Ещё раз Покажу Вот Вот От таких Людей Вот Такие Ученики Последнее Лето Калечит Грушу Вот То Что Заповедовал То Она И делает Глупость Исусветная А вы Знаете Что Когда Я кричал И говорил Прекрати Это Делать Она Не Среза С Лестницы Она Так И Продолжала Вот Это Просто Характерище Что Они Не так Безобидны Вот Эти Вот Самые Исаковы Вот Эти Вот Специалисты Так Называем Убираем Жировики Дерево Тебе Спрашивало Хочет Она Чтоб Ты Убрал То Что На Следующий Год Заплодоносит Смотрите Сюда Приходится Мне Спасибо Елена Луся Пусть Ещё Раз В первых Вебинарах Я Это Показывал Фотографию Показывал У меня Все Фотографии Предназначены Для Учебников Видишь Что Получается Груша Уже Больна Я Использовал Как Это Маточное Дерево Там На Концах Потрезаны Ветки Самые Крайние Да Вот И Вот Яркий Пример Видите Я Тогда Ещё Был Дурак Нет Нельзя Говорить Дурак Прилипнет Я Был Тогда Невежественный Как Все И Обрезал На Концо Но Я Был Сейчас Я Оставил Пень Вот Такой С И Получилось Так Что Но Была У меня Хорошая Затея Отрезать Сухую Ветку Я же не Просто Отрезал Сухую И Вот Что Получается Сухую Ветку Отрезал Ветка Была Мертва Дерево Уже Вот Это Дальше За Веткой Вот Это Всё Фактически Мертво И Так Она Ещё Год И Вот Эта Ветка Была Вся Сухая Видите Она Была Просто Сухая И Всё Оно Обрезка Как бы Не Делать На Кольцо Оно Только Усугубило И Вот Это Место Считайте Пропащее Что Делает Дерево Оно Дает Вертикальные Победы Волчки И Тут Получается Два Варианта Вот Если Это Была Просто Спящая Почка Она Уже На Второй Год Заплодоносит Так Как Ульяна Садна Савельнич Так А А если Из клетки Есть такое Качество У деревьев В самых Крайних Случаях Просыпается Клетка Вот Божье Создание Я говорил Как С таким Придыханием Невероятным Что Клетки Содержат Организм Целого Дерева А этого Не подчиняется Законам Природы Которые Однодуманные То есть Уж тут-то Царь Дарин Вообще Ни Причём Вот И Опарин Ни Причём И Никто Ни Причём Почему В каждой Клетке Целая Зародыш Целого Дерева Целого С корнями Совсем Вот А оно Не могло Вот так С помощью Эволюции Случиться Вот Это Генный Инженер На уровне Бога Но я Опять Отлёгся А теперь Возвращаюсь Смотрите В данном Случае Или Допустим Вот это Вот Почему Он назвал Зоровяком Да Потому что Ещё Год Пройдёт Если С клетки То надо Ждать Как у Любого Растения С нуля То есть Молодость На 3-4 год Она даст Плоды А кто Ждёт 3-4 года Ах Бесполезно Ах Жировик Бах Штамб Жировик И Раз Отрезали И теперь Смотрите Он бы Обязательно Подрезал Эти Жировики Пусть Даже С названием Жировик И Дерево Развиваться Дальше Не Может И Просто Погибнет Это Из моих Самых Ценных Фотографий Так Теперь Смотрим Сюда Про То Что Я Просто Упомянул Божье Создание Что Жировики Бывает Ещё И Ну Пусть Жировик Тире Значит Волчок Пусть Даже Он Из клетки Тогда Ждать 3-4 года Заплодносит А это Если Из почки Спящие На второй год Вот так Как Получилось У нас Лена Санна А этот Человек Просто Обыкновенно Не вешал Больше Ничего Убираем Жировики А у Дерева Не бывает Жировиков Бесполезных Вот Мы Просто В данном Случе Разобрали То Чего К сожалению В учебниках Нет А Елена Санна Знает Вот Она Прошла Школу Нашу Ребята Вот Эта Фотография Ещё Одна Ценнейшая Моя Фотография Вот Я По Молодости Ранней Железа Я Делал Так Как Меня Учили Перевод С помощью Обрезки Перевод Деревьев Молодых Деревьев Фактически Саженцев Перевод С ростовых Веток На Ладносящие У меня Блестящие Получилось Видите Вот Они Вот Здесь Отрезал Так Почка Проснулась И Год И на Второй Год Вот Ещё Годом Раньше Он 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 Б Потребовал Сам Отрезал Вот Тот Специалист В кавычках Вот Почему Жировичок Да Вот Этот Товарищ Рассказал Вот Вот Это Убираем Жировики Его Ну Хорошо Это Ещё Почему Эту Фотографию Использую Извините Занудный Разговор Никакой Нежировичок Заложил Почки Согласны Вот Они Так Я имею Ввиду Плодовые Вот Они Вот Это Но Если Даже Так Если Дерево Ещё И не Собирается Погибать От Моих Жестокого Обращения Посмотрите Отрезал 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 Видите Резал Беспощадно Если Это Даже Смерть Не Случится На Правда Король Сырек Но Какой Смысл Отрезать Столько Веток Будущих Побегов Которые Дадут Опять же Плоды В данном Случае Поторопив Плодношение Я В конечном Счёте Теряю Дерево Теряет здоровье Я теряю Будущий урожай Он будет Гораздо Меньше Вот Что Интересно Обрезаем Дерево И оно Становится Долговечнее Вот Уже Дошло До Идиотизма Дерево Становится Долговечнее И Здоровее Вот Это Меня Всегда Убивало Ну Это Понятно Потом Бах Смотришь А у него В руках Этот Самый Рекламные Эти Пакетики В общем Как могли Разобрались Спасибо Вам За фотографию Насандра Вот Лучшая Ученица 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 Субтитры создавал DimaTorzok